Друзья, всем привет! Видео, такой небольшой анонс, был сегодня в двух магазинах, в Магните и Светофоре. Купил продукты на обзор, ну не только, купил еще и домой что-то готовить. Сейчас все покажу и сделаю небольшой анонс, что будет в следующих дегустациях. И есть еще небольшая интересная история. Ну, взял вот такой салат, в принципе, он так и называется салат, наверное, многие знают. Купленный в магазине Магнит для салатов, собственно. Цена 70 рублей, не дешевый, по сути, здесь, ну он очень маленький, да. Также вот купил, потому что я сегодня наметил готовить курицу в духовке, поэтому купил вот такой попробовать маринад, ни разу не брал. Ну, не маринад, это вообще он будет с пленочкой вот здесь. Но я пленку не буду использовать, я буду использовать только саму приправу. Для сочного цыпленка табака, натуральная зелень и специи, интересно будет попробовать, ни разу не пробовал. Ну, и, соответственно, вот такую фольгу. Давно хотел фольгу купить, и вот только купил. Так, приправа стоила 74 рубля. Вот так хаотично. Сразу говорю, вот эта цена фольги стоила 63 рубля. Я чек не взял просто, поэтому, ну фольга, понятно, да, запихать в духовке, чтобы было сочнее. Также вот майонез, ну майонез обычный, слобода, почему-то мне показалось очень дорого. Стоит 119 рублей, 230 грамм всего. В принципе, слобода я беру, нормальный майонез, но почему-то дороговато. За 230 грамм для его цены выросли, либо не знаю. За баклажаном. Честно говоря, даже не знаю цену, тоже пойдет у меня в готовку. Ну, это грузинская лепешка, мягкая, хорошая, 32 рубля. Яблоки, 150 рублей за килограмм, какой-то хороший сорт, 8 штук взял. 150 рублей за килограмм. Ну, они, видно, они жесткие прям, хорошие. Вот такой хлеб, чего-то дороговатый. Вот этот дороговатый хлеб был 52 рубля. Что в нем такого хорошего, я уж не знаю. Может, вы знаете такую хлебопекарню. 500 грамм. Ну, мягкий, нормальный, но дорогой почему-то. Ну, попробуем. Ну, и, собственно, теперь пошли продукты из магазина Светофорд. И вот здесь сейчас начнется моя история. В этот раз я взял две вот такие тушенки. Чек у меня есть. Вот на Светофорд чек у меня есть. Всего набрал на 290 рублей я банок тушенки на дегустацию. Так что контрольная закупка произведена. Теперь будет дегустация. На прошлом обзоре я взял тоже две тушенки. Называлось говядина тушеная и свинина кусковая. 525 грамм банки были больше. Эти по 338 грамм баночки. То есть, эти меньше. Сейчас покажу. Вот. В принципе, понравились. Мне в свинину понравилось больше. Но вы можете посмотреть видео. То есть, видео выложил я. И все подробно рассказал. Но, что я удивился. В Светофоре они стоили 59 рублей. Вот те, которые на дегустации вы можете у меня посмотреть. 525 грамм. 59 рублей. В Светофоре 59 рублей. А в фикс прайсе я их покупал за 99. Представьте, 40 рублей разница. Те же самые абсолютно. То есть, те же самые. Не какой-то другой ассортимент. Другой или что. Прямо вот те же самые. Вот такая разница. Так что в Светофоре на 40 рублей оказались дешевле. Я их больше не брал второй раз. Потому что надо что-то новое брать пробовать. Но цена меня удивила, что настолько дешевле. Так что можете посмотреть обзоры. Соответственно, купить их за 59 рублей. Там вообще. Ничего себе. Полкило тушенки. И там, в принципе, свинина хорошая. Ладно. В этот раз я взял 78 рублей. Сразу говорю. Я даже чек не буду смотреть. Я знаю. 78 рублей. Но здесь уже она идет. Гост написано. Да. Вот все дела прям. Не знаю. Говядина тушеная. Травяного откорма. Травяного откорма. Ну да, наверное. С альпийских лугов там где-то, да? Выращивали эту. Свинью. Это будет полноценный обзор. Пока давайте только так. Я не буду сейчас на каждой застрять внимание. Так, коротко. Вот еще такую взял тушенку. Она мне очень напомнила. Орскую. Вот в таких баночках орскую тушенку продавали. Мне даже в комментариях, ребята, пишут, что многие знакомы с орской тушенкой. Я сам жил в Орске. Родился в Орске. И та тушенка была прям вот... Ну, она безумно была вкусная. Она была и дорогая. Она почему была? Она еще сейчас продается, но... Она, конечно, намного дороже. Вот это и вот эти по 78 рублей баночки. Так, ладно. Еще я взял консервы. Так. Семга. Люблю консервы. Я всегда стараюсь при любой возможности брать консервы. Вот такая семга. Подробно на каждую будет отдельный обзор, поэтому сейчас просто коротко. 250 грамм консервы рыбные, стилеризованные. Семга. Семга это ведь такая благородная рыба, да, наверное? Не, наверное, а точная семга. Ну, то есть не какая-то там сельдь, например, а семга. Семга. Семга у нас стоила 64 рубля. Вот она дорогая. 64. Ну, как дорогая? Она, конечно, дешевая для семги, но она дорогая по отношению с другими. А вот сардину, которую я уже взял. Вот сардина. 230 грамм. 37 рублей. Вот такая сардина. Не знаю. Я очень люблю брать консервы. Многие не любят. С добавлением масла. Ребята, вот этот момент учитывайте. С добавлением масла вот это обязательно. И хотя, наверное, в дешевых все равно добавление масла не то. Ну, посмотрим, продегустируем. Что заранее не буду я обсирать, потому что пока не знаю. И взял шпроты. На обзор тоже взял вот такие шпроты. Шпроты стоили 31 рубль. 150 грамм баночка. 31 рубль. Вот такая вот. Красивая она. Нарисованные они. Посмотрим, как они будут на вкус. Но я, вот говорю, я при любой возможности. Вот, например, к тушенке я так особо равнодушен. Но люблю сделать по-флотски. Потому что это быстро как-то, так, да, и без заморочки. Это, ну, это редкий случай. А вот хорошую тушеночку, например, ой, тушеночку, консерву. Я вот в Магните, например, достараюсь. Там, в принципе, это есть. В Пятерке тоже. Парции там смотришь. Но они там обычно стоят 75 рублей. До 100. То есть, 75 это, блядь, раскидка. Вообще там до 100. Сайра. Сардина. Ну, то есть, сайра она подороже немножко еще. Но сайра она самая классная. Ну, мне нравится. С добавлением масла. Когда маслица прям много такого сверху плавает. Все. Конечно же, еще другие моменты будут на обзоре. Сейчас вот тестирую. Для тех, кто с техноканала. Снимаю на Samsung Galaxy Z Fold 2. Тестирую смартфон. Очень нравится. И чем нравится? Просто безумно. Сейчас пару слов, да. Потому что мало ли. Может кто-то... Хотя, если досмотрели, то... Это просто такое удобство. Я себя вижу и снимаю уже. И не надо мне никаких выдумывать там. Настраивать ракурс или что. Потом удобство какое. Я вот так вот пять делаю. И все. Я не подхожу к телефону. И там подшел отсчет. Три, один, два, ноль. Съемка. И все автоматически. Я вот так. Дал ему знак. И он начинает снимать. Ну, через три секунды. Хочу много классных функций. Будет подробный, полноценный обзор на смартфон. Смартфон классный. Так что, сейчас 4К. 60 кадров. HDR включен. Стабилизация. Ну, зачем стабилизация, когда стационарно стоит. Так что, вот такие вот покупки. Такой анонс буду готовить. Ну, а вам всем спасибо, друзья, за просмотр. И всем пока. А вот выключать бы еще научить его. Субтитры сделал DimaTorzok